Кто меня не знает, меня зовут Ольга Пашко, я натурал в белом баке. Докажи, готовлюсь к дню рождения, Рождество и Нового года. Я вам хочу сказать, сегодня мое выступление, я сильно готовилась, я сильно готовилась и начну вот так. Любая последовательность действий приводит к какому-то результату. Чаще всего этот результат, который вы себе как цель поставили, но чаще всего такой результат, иногда, он может быть неожиданным. У меня только что был грандиозный ремонт, сентябрь и октябрь. Что такое ремонт? Ты пакуешь свои вещи, относишь к соседям, приходят мастера, делают ремонт. И ты счастливо начинаешь эти вещи распаковывать. У меня, как у всех русскоязычных американцев, есть книжный шкаф. Соответственно, половина книг в нем прочитана, половины еще нет. И я решила, что половину прочитанных я должна кому-то отдать. Я положила их возле двери, и первая, кому я позвонила, моя соседка русскоязычной сверху, и спросила, любительница книг, кстати, не нужны ли тебе книжки, которые я прочитала? Иди-ка ты посмотри. Я библиотеку забрала. До библиотеки не дошло. Она приходит и говорит, о, я их не читала, забираю. Я говорю, я тебе помогу, человек пожилой. Я принимаю книги, у нее три всего полочки, с какими-то книгами. Она говорит, некуда ставить. Я говорю, окей, сейчас мы их выбросим. Ты прочитала, прочитала. Американские отнесли в библиотеку. Я стала переставлять ее книжки. И вдруг мне в руки попадает книга, от которой я в шоке до сегодняшнего дня. Брусову за почти два месяца. Книжка называется «Цицерон. О старости, о дружбе, об обязанности». Кому в голову, даже работающему в библиотеке, какому человеку, как Таня, придет взять в руки книгу Цицерона 1975 года издания Академии наук и прочитать ее. Но я сначала обалдела от названия. О старости, о дружбе, от обязанности. Я уже на пенсии. Я абсолютно одна в этом мире. Только моя дочь живет в Питере. Соответственно, все, кто меня окружает, это мои друзья. И поэтому я прочитала только половину этой книги. О дружбе и о старости. Но Цицерон, это человек, интернет нам в помощь. Да я так могу. Нет. Нет? Интернет нам в помощь. Марк Тулий Цицерон, он родился 3 января 106 года до нашей эры и убит был 7 декабря 43 года до нашей эры. Это римские государственные политические деятели республиканского периода, оратор, философ, ученый. Одна из величайших фигур в истории западной цивилизации. И прославился он благодаря своему, конечно, ораторскому таланту. То есть имя Цицерон, люди, рожденные в Советском Союзе, и грамотные, образованные, в принципе, слышали и знают. Да. На сегодняшний день интернет нам в помощь. Если вы наберете цитаты Цицерона о дружбе, о старости, об обязанности, интернет вам их выдаст. Но я прочитала эту книгу, прочитала о старости, о дружбе. Книга написана в форме диалога Цицерона со своим другом. И в этом диалоге он приводит в пример, он говорит постулаты, и он приводит в пример людей своего окружения, которые нам, естественно, не знакомы, мне даже их имена не знакомы. Но я решила, что его постулаты, вот она вся у меня исчерканная, вся исписанная, что я вам прочитаю, потому что посмотреть просто цитаты, это одно. Настоящий перевод Цицерона, это совершенно другое. Кстати, это не первый перевод. Первый его перевод на русский язык был в 1761 году, потом в 1852, а затем в 1893. Я вам прочитаю, это не будет так долго, я вам прочитаю только, что называется его постулат. смысл дружбы – полное согласие в желаниях, стремлениях и мнениях. Могу посоветовать вам ставить дружбу превыше всех дел человеческих, ибо нет ничего более свойственного нашей природе и более ценного, как в счастье, так и в несчастье. Сколько велика сила дружбы, особенно ясно можно понять вот из чего. В беспредельном обществе, образованном людьми и созданном самой природой, связи между людьми настолько сократились и ограничивались, что все узы привязанности соединяют либо только двух человек, либо немногих. Ведь дружба – ничто иное, как согласие во всех делах божеских и человеческих, в сочетании с благожелательностью и привязанностью. Бессмертные боги, пожалуй, за исключением мудрости, ничего лучшее людям не дали. Дружба заключает в себе множество благ. Куда бы ты ни обратился, она тут как тут, ее ниоткуда не устранишь. Никогда не бывает она несвоевременной, никогда тягостной. Поэтому мы, как говорится, ни к воде, ни к огню, не прибегаем чаще, чем к дружбе. Ибо счастливые обстоятельства дружба украшают, а несчастливые облегчают, разделяя их и принимая в них участие. Дружба – вот в чем превосходит все другое. Она проливает свет доброй надежды на будущее и дает нам слабеть и падать духом. Ведь тот, кто смотрит на истинного друга, смотрит как бы на свое собственное отображение. Поэтому отсутствующие присутствуют, бедяки становятся богачами, слабые обертают силы, а умершие говорить об этом труднее продолжают жить, так как почитают их, помнят о них и тоскуют о них их друзья. Вы знаете, когда я читала эту книгу, такое впечатление, что я читала Библию, которая у меня есть в 1882 году издание. Вот в каких границах советую я держаться, чтобы нравы друзей были безупречны и чтобы между друзьями была полная, без каких бы то ни было исключений, общность во всех делах и помыслах и желаниях. Более того, если бы случайно, по воле судьбы, пришлось помочь друзьям в их не совсем справедливых желаниях, когда дело коснулось бы и гражданских прав, или их доброго имени, то чтобы мы сошли возможным отклониться от прямого пути, только бы это повлекло за собой величайшего позора для нас. Ведь для некоторых пределов отказаться с нисхождения в дружбе можно, но нельзя пренебегать своим долгим именем. Надо выбирать для людей верных, надежных историками. Таких людей очень мало, о них трудно судить, пока их не испытаешь, но испытывать их приходится уже, находясь в дружеских соотношениях с ними. Таким образом, дружба предшествует суждению и устраняет возможность испытания. В дружеских отношениях не должно быть пресыщения, какое бывает в других случаях. Самая старая дружба, подобная винам, хорошо переносящим долгое хранение, должна быть наиболее услаждающей. И справедливо говорится, что надо съесть вместе много соли, дабы долг дружбы оказался исполненным. Но вы скажите, что это просто... Ты читаешь, человек, который написал это до нашей эры, и такое впечатление, что написал... Это просто постулат нашего времени. Часто неожиданно возникают важные обстоятельства, заставляющие покидать друзей. Кто хочет поспотивиться этим обстоятельствам, так как бы ему будет нелегко переносить разлуку. Итак, во всех случаях надо принимать в внимание то, что ты сам требуешь от друга, и то, что ты ему позволяешь требовать от себя. Пороки друзей часто наносят ущерб то самим их друзьям, то сторонним людям, но дурная слава об этих поступках все же падает и на их друзей. Съедовательные такие дружеские отношения надо постепенно прекращать. Я зачитала именно это, потому что в моей жизни именно в Кривне случилось пару таких вещей, когда пришлось заблокировать целую семью в своем телефоне. Что касается дружбы, то решительно все. И те, кто себя посвятил государственной деятельности, и кто, кто услаждает познание и наука, и те, кто на досуге занимается своими делами, и, наконец, те, кто всецело предался наслаждениям, одного и того же мнения. Без дружбы не существует жизни, конечно, если люди хотят жить достойно. Ибо дружба неведомым образом проникает в жизнь людей, и ни одному поколению не позволяет обходиться без нее. Молодцы! Как я вам не могу! Оля, уравнилась! Здравствуйте, дорогие друзья! Я подготовил несколько рассказов и думал, какой прочитать. И все-таки остановился на последнем... Ну, не последнем, он написан был давно, но в лонглист издательства «Астрель» Санкт-Петербург он попал в августе. Это был конкурс «Твист». И он попал в лонглист, и я его вам прочитаю. Изначально это был рассказ, назывался «Адвокат». Я знаю, вот Боря его знает. Петя. 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 Петя номер. Боже, Боже. Боже, Боже. Петя номер. Оля, как заново мужу зовут? Я подумаю. В общем, много раз переписывался, и рассказ теперь носит название «Большой куш». И я его прочту. «Большой куш». Арон Шапира. Достаточно произнести имя, и не надо много объяснять. Адвока, 39 лет, жена, сыну 7, достаток вышесреднего, живет в доме за полмиллиона, ездит на Мерсе, по меркам Ахая, богач-богач-богач. С детства Арон мечтал о подвигах, приключениях. Ему хотелось совершить что-то эдакое. Прыкнуть в воду со скалы, войти в горящий дом, спасти человека, да просто стукнуть обидчика в нос. В школе такая необходимость была, и не раз. Но в нос он никому не так и не дал, не стал героем. Напротив, за большой нос к нему прилепилось обидное прозвище «Шнобель». Буллеры, цеплявшиеся к нему, заслуживали взбучки, но Арон бледнел, краснел и не мог постоять за себя. Отец Арона работал в крупной юридической фирме. Судьба Арона была предрешена. Быть ему юристом. А то, что нерешителен и даже трусоват, это, отец полагал, пройдет. Вот закончит юридически, уйдут и страх, и неуверенность, власть над людьми и их судьбами меняет человека кардинально. Все так почти и случилось. К сорока годам Арон стал успешным адвокатом. Для окружающих он выглядел уверенным в себе профессионалом, но за напускной уверенностью скрывался ранимый и не очень храбрый человек. Никому, даже супруге, он не рассказывал о своих школьных годах о страхах и унижениях маленького Арончика. Эти неприятные воспоминания нет-нет, да и возвращались, омрачая ему жизнь. Недалеко от конторы, где работал Арон, открылся боксерский клуб. Широкие окна клуба лучше всякой рекламы. Зеваки останавливались перед ними, чтобы поглазеть. Арон не стал исключением. Народ дружно бил по мешкам, под ритмичную музыку. По залу бегал рослый черный парень с прикрепленным к уху микрофоном. Он выкрикивал команды и задавал ритм. Арон задержался бы еще, если бы не назначенная встреча с клиентом. Ему предстояло взяться за сложное дело. Врачебная ошибка. В результате осложнения больной чуть не ушел в мир иной. Как-то выкарабкался. Стал вопрос о компенсации. Если Арон выиграет дело, в его карманах осядет 100 тысяч долларов. Все мысли были о работе. Но странное дело, новость об открытии клуба прочно засела и в его голове. На следующий день Арон записался в боксерский клуб. Героика бокса, столь отличная от размеренной жизни юриста, увлекла его. Он был неутомим. Мог окучивать боксерские мешки до седьмого пота. Кочевал из клуба в клуб, постигая боксерскую науку. Шесть месяцев упорных тренировок внесли коррективы в жизнь Ароны. Из домашнего рациона исчезли пицца и куриные крылышки. Старый гардероб пришлось заменить на новый, размером поменьше. Походка Арона приобрела упругость. Плечи развернулись. Подбородок чуть сдернулся вверх. Арон помолодел. Проявляемая им прыть в мужском деле, о которой жена успела позабыть, только-только примирила ее с его увлечением мордобойкой, как он пришел домой с классическим фингалом под глазом. Этот вечно фиолетово-синий спутник настоящего боксера он умудрился поставить себе сам, налетев на металлическую стойку в спортзале. Жена так и не поверила в правдивость истории происхождения синяка. Считала, что Арон получил его на ринге. Все вышеперечисленные достижения подвели Арона к мысли, что он созрел для настоящего боя. Он будет драться за все те носы, которые не разбил в школе, и маленький Арончик не будет больше его беспокоить. Он, Арон Шапира, умный, уверенный в себе человек, с приличным счетом в банке. Он победит. Найти соперника для Арона оказалось делом непростым. Где найдешь такого, чтобы и возраст, и боксерский стаж, то есть его отсутствие, и весовая категория соответствовали? Тренер Арона Данкин всех в городе опросил. Мало таких чудаков, чтобы в сорок лет залезть в ринг. Ведь неизвестно, чем эта песня закончится. Залезть-то залезешь, а обратно могут и вынести. Поначалу Данкин думал, что блаш Арона скоро пройдет. Но нет. Арон не отставал. Хоть ты тресни. А найди, с кем ему потраться. Где Данкин откопал соперника, неизвестно. Нашел. Остальное неважно. Джамал, черный дядя, глубоко за сорок, всего слов, будучи мальчишкой, занимался боксом. Так вот, он согласился выйти на ринг против Арона за сто долларов. Но ложиться под него не собираюсь. Надеру засранцу задницу, уверенно похвалился он. Было очевидно, что Джамал вел нездоровый образ жизни. А дутловатое лицо, излишний вес и живот выдавали любителя пивка и фастфуда. К тому же он курил. Арон, когда все это затевал, даже и представить себе не мог, как начнет волноваться. Время текло мучительно медленно, а день боя приближался слишком быстро. Арон не мог сконцентрироваться на работе. Последнее дело, тяжба с госпиталем, шло из рук вон плохо. Все мысли были только о предстоящем поединке. Он представлял себя то победителем, радостно взметнувшим руки вверх, то поверженным, лежащим без сознания на настиле ринга. Арон плохо спал. Просыпаясь среди ночи, он до утра прокручивал в голове кадры своего еще не состоявшегося воля. Наступил день матча. На взвешивании Арон был чрезмерно суетлив, нервно смеялся, заговаривал с незнакомыми людьми. Его сильные ноги ослабли, и внутри словно все оборвалось, но отступать было поздно. Отказаться было бы еще позорнее, чем проиграть, пусть даже нокаутом. Теперь ему казалось, что он непременно проиграет нокаутом. Жена Хена с сыном Джозефом пришли поддержать его. Арон то и дело выходил из раздевалки и смотрел на семью. Он видел, что Хене тут некомфортно. Сжав губы, она словно застыла в ожидании приговора, который вынесут ее мужу. Джозефу, видимо, передалось напряжение матери. Он не вертелся, как обычно, а сидел тихо. Зал гудел. Выход Арона близился. Подошел улыбающийся Данген. Несколько разминочных ударов по лапам, защитный шлем, капа, полотенце. Все в порядке. В бой! Арон зашел по ступенькам на ринг, подлез под канат и поднял руки вверх, и, повернувшись лицом к зрителям, приставным шагом заскользил вдоль ринга, приветствуя публику. Он много раз видел, как это делают именитые боксеры. Следом на ринг зашел Джамал. Арон знал, Арон, зная о сопернике, что тот черный, толстый, меньше ростом и старший, представлял его слабаком. На ринге Джамал показался ему огромным, крепко сбитым, уверенным в себе боксером. Арону стало не по себе. Да какое там не по себе? Ему стало плохо. Раздался гон. Арон от страха побежал на соперника, хотел нанести удар, но словно что-то сковало его руки. Джамал легко ушел в сторону и ударил Арона в голову. Арон зажмурился и снова бросился в атаку. Теперь ему удалось нанести удар, но это скорее походило на толчок. Народ в зале потешался. Арон пытался сблизиться с Джамалом, войти в клинч, цеплялся за него, будто искал укрытие в его объятиях. Джамал, несмотря на большой вес, удачно маневрировал и доставал Арона одиночными прямыми. Из носа Арона потекла кровь. От полученных ударов он постепенно начинал приходить в себя. Скованность и зажатость в движениях исчезала. «Арон, расслабься, все хорошо!» В перерыве напутствовал Арона Данкин, останавливая кровь. «Посмотри, он еле дышит, ему тяжело, а ты свеж, как огурчик!» К противоположному углу ринга пробралась пожилая черная женщина и начала гневно кричать Джамалу, чтобы тот не смел бить Арона. Это бесплатное шоу забавляло зрителей. Джамал не понимал, почему его родная тетка орет и ругает его за то, что он бьет этого чистенького. Второй раунд. Арон уже не был столь закрепощен. Он больше не бежал на соперника, а старался двигаться правильно и наносить удары, как учили. Толку было мало, но это уже походило на бокс. Хена сидела, оцепенев от ужаса. «Что, если этот Кинг-Конг покалечит Арона?» Джозеф понимал, его папу бьют, и всех это забавляет, всех, кроме него и мамы. Он был близок к тому, чтобы расплакаться, но терпел, хотя слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. К концу второго раунда Джамал устал. Сил хватало только на джебы, которыми он держал Арона на расстоянии. Арон прыгал вокруг соперника и, хотя особых дивидендов это ему не приносило, выглядел активнее. Соперники разошлись по своим углам. Тетка продолжала шуметь и активно жестикулировать. Она даже погрозила Джамалу кулаком, когда тот бросил на нее взгляд. «Вот еще!» «И так нелегко!» «А тут родная тетка кулаками машет!» Джамал задыхался. Его уставшее, заплывшее жиром сердце казалось вот-вот остановиться, не выдержав нагрузки. Ему так хотелось еще посидеть. «Ну хоть чуток!» «Гонг!» Боксеры сошлись в третьем заключительном раунде. Арону, наконец, удалось провести успешную атаку. Он нанес Джамалу несколько неумелых ударов и попал ему в нос. Да, в нос! Еще! Еще раз! Прямо в нос! Джамал устал. У него не было сил ни двигаться, ни защищаться. Он пропускал удары один за другим. Зал ликовал приветствие успеха Рона. Хена вскочила, восторженно выкрикивая имя мужа. Люди повставали с мест, заслонив происходящее от Джозефа. Но, глядя на маму, он понимал, что все хорошо. Папа побеждает. Джозеф был горд. Он так любит своего папу. Самого сильного, самого лучшего папу на свете. Развучал финальный гонг. Бойцы радостно обнялись, довольные тем, что этот кошмар закончился. В ноги Рона вернулась сила. Он не ощущал больше скованности. Напротив, почувствовал огромный прилив энергии и ощущение полного счастья от того, что все позади. Что он это сделал. И главное, он разбил сопернику нос. Этим ударом он покончил со страхами маленького Арончика. Победу в этом бою одержал. Ведущий сделал паузу. Арон Шапира. И вздернул вверх руку победителя. Зал шумно отреагировал. Мой папа победил, кричал Джозеф. Хена радостно махала мужу руками. Глаза их встретились. Я сделал это, говорил гордый взгляд Арона. В раздевалке счастливый Арон обнял Хену. Джозеф прижался к отцу, обхватив его за ногу. Пап, мы пойдем в воскресенье на Индиенс. Конечно. И в этот момент на Аронас не зашло озарение. Он понял, как развернуть судебное дело так, чтобы госпиталь был рад расстаться с миллионом, при этом сохранить свое реноме и избежать более серьезных финансовых потерь. Решение было простым. Но, как часто бывает, то, что лежит на поверхности, остается незамеченным. Впрочем, в случае с Ароном, причиной невнимательности, скорее всего, послужила подготовка к боксерскому поединку, поглотившая его целиком. У Арона приятно екнуло внутри. Он услышал тихий шелест денег, похожий на едва уловимый шум волны в безветренную погоду. Яхта, о приобретении которой Арон давно подумывал, уже готова была показаться на горизонте, как мечты были прерваны стараниями сына, теребившего его за руку. Арон улыбнулся, потрепал сына по голове и предложил. А сейчас мы пойдем в ресторан и назло всем диетам возьмем по самому большому бургеру, а? Для Джозефа жизнь, жизнь вернулась в прежнее русло. Мама, папа, я, как это здорово, только бы поскорее уйти отсюда. Шум, кровь, одних бьют, другие радуются. В другом конце зала Джамал раздраженно накинулся на родную тетку. «Ты что, рехнулась? Что за дерьмо ты орала?» Не обращая внимания на грубый тон племянника, явно довольная исходом боя-то радостно прошептала. «Он ведет дело твоего дядьки, госпиталь судит. Никто не брался, а он взялся, и дело движется. Мы можем получить большой куш, миллион долларов. Я тебя, дурака, убила бы, если бы ты его покалечил».